Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня я представлю направление подготовки в аспирантуре, направление 08.06.01, техника и технологии строительства. Научная специальность 05.23.01, строительные конструкции, здания и сооружения. Меня зовут Маркович Алексей Семенович, я заместитель руководителя основной образовательной программы 08.06.01, техника и технологии строительства. Данная образовательная программа реализуется в инженерной академии на департаменте строительства. Информация по программе. Программа техника и технологии строительства, научная специальность, строительные конструкции, здания и сооружения. Язык обучения русский и английский. Программа реализуется как на русском языке, так и на английском. Отличия только в языке. На англоязычной программе дисциплины преподаются только на английском языке. Форма обучения по этой специальности очная или заочная. Условия обучения. Бюджет или контракт. Стоимость обучения по контракту. 318 тысяч рублей. Это программа, которая реализуется на русском языке. 414 тысяч рублей. Это программа, реализуемая на английском языке. Сроки обучения. Очное обучение 4 года. Заочные 5 лет. Вступительный экзамен. Вступительный экзамен это специальная дисциплина. В данном случае по этой специальности это строительные конструкции, здания и сооружения. В 2021 году вступительный экзамен будет проходить с 23 июля по 30 июля. Начало приема документов 18 июля. В завершении приема документов 22 июля на бюджет, 14 августа на контракт и 19 ноября на заочную форму обучения. Теперь мы с вами поговорим про цели и задачи данной научной специальности. Строительные конструкции, здания и сооружения. Это научная специальность, занимающаяся вопросами создания и совершенствования рациональных типов конструкций, методов их расчета, объемно-планировочными решениями промышленных, гражданских и сельскохозяйственных зданий. Научная специальность содержит научно-технические исследования и разработки в области рационального проектирования основных конструкций, объемно-планировочных решений зданий, технической эксплуатации и конструкционной безопасности. Значение решения научных и технических проблем, предусмотренных специальностью 05-2301, единородного хозяйства состоит в том, что требуется создать наиболее совершенные и надежные конструкции, рациональные, некомфортные, объемно-планировочные решения зданий и сооружений. Области исследования, охватываемые данной научной специальности. Это обоснование, исследование, разработка новых типов, несущих неограждающих конструкций, разработка и оптимизация объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений, с учетом протекающих в них процессов, климатических условий, на основе математического моделирования с использованием оптимизированных средств исследования и проектирования. Создание и развитие эффективных методов расчета и экспериментальных исследований многовозводимых, восстанавливаемых и усиливаемых строительных конструкций. Развитие методов оценки надежности конструкций, зданий и сооружений, прогнозирования сроков их службы, безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций. Методы и техника оценки и диагностики технического состояния, усиления и восстановления конструкций, элементов эксплуатируемых зданий и сооружений, систем их жизнеобеспечения. Учебный процесс. Основные дисциплины программы. Дисциплины, входящие в вариативную часть. Это методология научных исследований, педагогика высшей школы. Дисциплины по специальности. Для специальности 05-2301 это специальная дисциплина строительной конструкции, зданий и сооружений. Дисциплины по выбору обучающегося. Здесь обучающийся вправе выбрать ту дисциплину, которую он заинтересован изучать. Это водоснабжение и канализация строительной системы охраны водных ресурсов. Это гидротехническое строительство. Это технология и организация строительства. Это гидравлика и инженерная гидрология. Также строительный механик. Помимо этого, каждому обучающемуся предоставляется возможность выбрать для российских студентов это иностранный язык для академических целей, для иностранцев русский язык как иностранный для академических целей. Какие наши преимущества? Руден выделяет финансирование для создания аспирантом комфортных условий обучения и научной работы. Это аспирантура полного дня. Это относится не только к данной научной специальности, а относится ко всем научным специальностям и направлениям аспирантуры в РУДН. Аспирант, который работает в режиме аспирантура полного дня, он полный день занят научной работой, проводит научные исследования по профилю своего направления обучения, выполняет эти исследования под руководством ведущих зарубежных исследователей, а также ученых университета. Помимо этого, для аспиранта, который обучается в формате полного дня, ежемесячно выплачивается стипендия в размере на 2021 год, это 45 тысяч рублей. Помимо этого, еще в РУДН действуют и принимаются меры по стимулированию публикационной активности аспирантов. За публикации в высокорейтинговых журналах в квартале Q1 проиндексированные статьи в глобальных и цитатных базах Web of Science и Scopus для статьи в квартале Q1 выплачивается единовременная выплата в размере 90 тысяч рублей. За публикацию статей во втором квартале в журналах, включенных в белый список, единовременная выплата составляет 70 тысяч рублей. Меры поддержки и создания комфортных условий для научной работы аспирантов в РУДН весьма существенны. Практики. Для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 08-0601 техникой технологии строительства предусматриваются следующие виды практик. Практика по получению профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности. Педагогическая практика. В рамках этой практики студенты проводят занятия, вернее, аспиранты проводят занятия со студентами, привлекаются к проведению практических занятий, семинаров. Помимо педагогической практики еще в рамках программы 08-0601 предусмотрена практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Это научно-исследовательская практика. В рамках этой практики аспиранты проводят научные исследования в оборудованных лабораториях университета. Эти оборудования оснащены современным оборудованием и техникой. В департаменте строительства есть у нас несколько подобных лабораторий. Это лаборатория строительной конструкции зданий и сооружений. Наша лаборатория довольно хорошо оснащена. Помимо этого у нас есть лаборатория механики грунтов. Помимо нашей лаборатории, которая находится на базе департамента строительства, аспиранты еще и привлекаются профильными предприятиями и организациями и могут проходить научные исследования на их территории. Мы сотрудничаем и организуем такую работу совместно с такими известными в строительной сфере строительства и проектирования организаций, как Моспроект, СНИП, промзданий, ЗО, НИД строительства, которые охватывают в себя целый комплекс научных институтов, такие как ЦНИСК, НИШ. Какие преимущества есть для карьеры при обучении по данной специальности? Прежде всего, это возможность совмещать научно-исследовательскую деятельность с карьерой в педагогической и деловой среде. Это возможность преподавания профильных и прикладных дисциплин в российских и зарубежных вузах. Это возможность проведения самостоятельных научных исследований в области надежности строительной конструкции, зданий и сооружений, их эксплуатации. Помимо этого, статус кандидата технических наук позволяет занимать руководящие должности в образовательных, государственных и коммерческих организациях, развивать и работать в области научно-исследовательской деятельности. Вопустники аспирантуры могут работать в ведущих российских и зарубежных компаниях, такие как Моспроект, Моспроект 4, СНИПРом зданий, ЗАО НИД строительства, архитектурное бюро Осадовых и других. Информация. Направление подготовки 08-06-01, техника и технологии строительства, научная специальность 05-23-01, строительные конструкции, здания и сооружения, уровень обучения аспирантура, факультет, где реализуется данное направление подготовки, это инженерная академия, департамент строительства. Срок обучения для очной аспирантуры составляет 4 года, для заочной 5 лет. Форма обучения – очная и заочная. Язык обучения – русский, английский. Условия обучения – бюджет или контракт. Куратор программы. Маркович Алексей Семенович, доцент когнат технических наук. Телефон контактный указан, электронная почта указана. Уважаемые друзья, я надеюсь, данное направление подготовки вас заинтересует. Мы вас ждем в стенах нашего замечательного университета «Дружба народов». Всего вам доброго. Продолжение следует...